Ну смотрите, значит, это Антикризис, с вами Тимофей Мартынов, и если бы я вот прямо сейчас не нажал кнопку запись, то я бы, наверное, уже никогда не нажал эту кнопку, потому что уже 21.54 на моих часах, и времени уже очень много, я долго-долго-долго оттягивал момент начала записи программы, но вот, наконец, я с вами в эфире. И часовой эфир воды, лапши, демагогии, как хотите, это писать в комментариях не надо, мы это прекрасно сознаем, потому что это самая дилетантская программа на Ютубе об инвестициях и саморазвитии, все вперемешку, целая солянка с лапшой вперемешку Тимофей Мартынов, и программа называется Антикризис. Значит, все тайм-кодики внизу, все ссылочки внизу, по каждой ссылочке надо кликнуть, естественно, ну и, естественно, программа полна обратной связи, пишите комментарии, и я хочу знать, какие темы вас волнуют, что вас беспокоит в жизни, если есть какие-то темы, которые вы хотели, чтобы я затронул в следующих эфирах, обязательно пишите. Значит, для начала, что скажу, опять я словил этим понедельником вдохновение вечером прямо перед записью программы Антикризис, снова начал творить, творить дизайн, юзер-интерфейс и так далее, скоро всех посетителей смарт-лаба будет тошнить от моих нововведений, но вот творческая какая-то муза меня поймала в этот момент и часа два держала, я думаю, это было связано с тем, что я забыл свой телефон в туалете, он стоял на беззвучном режиме, и целых два часа меня ничто не отвлекало, и вот в состоянии тишины и покоя я вдруг поймал творческое вдохновение. Смотрите, уже полторы минуты журчит вода, но вы этого даже не замечаете, потому что мой голос обладает магическими нотами, магическим тембром, и, в принципе, я могу говорить какую угодно чушь на протяжении 60 минут, и самые податливые, самые доверчивые из вас будут слушать это как загипнотизированные перед экранами своих мониторов, потому что вы знаете, что это обязательно будет позитив и удовольствие, так сказать, радость. А, собственно, позитив, радость и удовольствие – это то, ради чего мы с вами существуем, и в этой программе как раз будем подробнее об этом, обо всем говорить. Кто не в курсе, программа разделяется на две части. Первая часть – о жизни, самопознание, развитие и так далее. Вторая часть – это правильные инвестиции. Вылезло из головы это слово. Значит, что сказать. Подходит к концу 2020 год. Ну что ж, пришло время серьезным образом подумать о том, с какими итогами для вас, для нас, для вас завершается этот год, и провести работу над ошибками. Для этого достаньте с полки запылившийся листочек, на котором вы в конце 2019 года или в самом начале 2020 года написали список своих целей и планов на этот год. С нескрываемым разочарованием вдруг вы увидите, что ничего не выполнено почти, только пара пунктов из 30, из всех амбициозных планов, из всех задач, которые вы ставили перед собой, вдруг осознайте себя никчемным планировщиком и исполнителем, потому что ничего не сделано. Но я надеюсь, это не про вас. Это я так шучу, да, конечно же. Я надеюсь, что вы выполнили практически все то, что планировали на 2020 год, и в целом встречаете окончание года с таким же удовлетворением, с которым встречаю его, собственно, я. Ну и, конечно же, у нас главное упражнение по планированию состоит в том, чтобы правильно спланировать время на 2021 год, чтобы прожить его не зря, чтобы прожить его в удовольствие, со смыслом, и чтобы этот год сделал нас больше, лучше, счастливее и так далее. Для того, чтобы правильно начать цели, ставить цели, я уже из раза в раз предлагаю вам этот алгоритм. Обычно мы все повторяем по первым числам месяца с точки зрения дисциплины. И вы знаете, меня вдруг осенило, зачем вы меня смотрите? Вы меня смотрите, потому что вам нужно вдохновение, чтобы делать все правильно. Понимаете? Человек, который получил какую-то важную информацию о том, как надо делать, что надо делать, какие-то правильные вещи, настройки, знания новые, в общем, поймал вдохновение. И человек загорается, воодушевляется, и минут на 5-10 его хватает. В общем, он может быть на час, окей, на один день, на два дня. Но со временем запал, энтузиазм, энергия, все начинает постепенно сходить на нет. Но! Когда мы с вами встречаемся каждый понедельник, и вы слушаете меня снова и снова, я являюсь маленьким таким огоньком, который поджигает ваш запал каждый понедельник. Понимаете, о чем я? Чтобы вы не потухали, чтобы не потухал ваш энтузиазм, чтобы не потухала ваша мотивация делать все правильно, стремиться к чему-то, ставить планы, ну и, конечно же, развиваться. Мне кажется, именно поэтому у моей программы есть пару тысяч, как мне кажется, постоянных зрителей. И я думаю, вы именно по этой причине смотрите эту программу из раза в раз. Эта мысль мне пришла только что в голову, и она была неожиданным откровением, которое родилось в недрах моего сознания. В чертогах, так сказать, разума. Окей, нет, ничего не принимал, нет, ну все нормально. Хорошо, значит, возвращаемся теперь к целям. Возвращаемся к целям. Итак. Для того, чтобы поддерживать свое стремление к целям, соответственно, у нас есть вот это упражнение ежемесячное по первым числам. Ну, собственно, отсюда и пришла мне в голову эта мысль, да, чтобы поддерживать себе энтузиазм, чтобы не забивать, потому что, честно говоря, все предыдущие годы я записывал свои цели на год и забывал про этот листок на год. Какие там цели я записал, что я там планировал. И только потом в конце года вспоминал, ой, где-то же я что-то, что-то я планировал на этот год. Дай-ка я отыщу этот листок, и наверняка я это и так все сделал. Потом, хоп, смотришь на листок, а там, оказывается, куча всего не сделанного оказывается. Соответственно, по этой причине надо регулярно повторять свои цели, обновлять их и все время держать их в голове. Окей. Сейчас будем продолжать говорить про постановку целей, задачей и так далее. Знаете, я думаю, все цели начинаются с двух вещей. Все начинается с осознания того, чего я хочу. Поэтому, кто не знает, чего хочет, берет лист А4. И пока весь не заполнит его своими желаниями, не включает эту программу с паузой, на которую вы только что ее поставили. И спишите весь лист своими желаниями, если вы не знаете, чего хотите. Окей. Это, кстати, полезное упражнение. Дальше это, в общем, поможет вам понять, о чем вы мечтаете. Вы знаете, вот если там, может быть, 15 лет назад, когда я вел вот этот поросший мхом дневник, у меня было миллион желаний, то сейчас, мне кажется, что желаний у меня, в общем-то, осталось не так много. Все достаточно скромно. И мечтаний осталось не так много, потому что, в общем-то, все, о чем я мечтал, в принципе, пришло. Да, основное такое. Но, вы знаете, это все заставляет меня считать, что когда вы реализовали свои какие-то первичные мечты, там, семья, там, я не знаю, дом, я не знаю, ну, что-то о чем. Ну, работа любимая, да. Когда, в общем-то, все нормально, все живы-здоровы. Вы мечтаете о том, чтобы это все оставалось в таком благополучном относительном состоянии. То есть, вы мечтаете о том, чтобы все было стабильно и безопасно. Вот. Это первое. Второе. Вы начинаете постепенно, ну, мечтать, конечно, об успехах и счастье для близких людей. Но есть еще и другой уровень, когда вы начинаете мечтать, когда вы понимаете, что все, в принципе, и так более-менее самостоятельны, счастливы и так далее. Вы начинаете задумываться об общественных делах. И вы начинаете думать о том, чтобы не было войны в мире. Вы начинаете думать о том, чтобы не было голода, для того, о том, чтобы, ну, люди на планете Земля стали более счастливы. И в этом смысле я начинаю понимать, почему миллиардеры, которые, в общем-то, люди полностью состоявшиеся, такие как Билл Гейтс, Уоррен Баффет, начинают заниматься благотворительностью. Очевидно, это совершенно логически проистекает из их потребности не просто какое-то тщеславие, не просто желание войти в историю, а действительно искреннее желание сделать этот мир лучше. Когда я слышу какие-то бредни по поводу того, что Билл Гейтс там спонсирует выпуск вакцины, от которых, там вакцина была речь, вакцина от ВПЧ, которые там прививали женщин в Индии, и в результате они там становились бесплодными. Ну, господи, ну, я вот не знаю, как на самом деле было, но с точки зрения логического абсолютно анализа, понимаю, что у Билл Гейтса, конечно же, никакого злого намерения сто процентов быть не могло. Я понимаю, что есть еще такие персонажи, как Джордж Сорос, который там хочет, ну, немножко дезинтегрировать Россию в том виде, в котором она существует. Это такой момент есть. Но то, что Билл Гейтс совершенно адекватный, там человек-инженер, который мыслит абсолютно здравомысляще, логично и действительно хочет заменить мир в лучшую сторону, у меня нет никакого сомнения. Вот. Господа, ну, вам до уровня, ну, не то, что вам, а большинству из вас будем так говорить, потому что, может быть, среди вас, конечно, есть миллиардеры, я надеюсь, немало, и я, конечно, надеюсь, что огромное количество будущих миллиардеров, но, тем не менее, я думаю, что вы начинаете с простых вещей и вы хотите удовлетворить, в первую очередь, свои потребности, да, и ваши желания связаны, в первую очередь, с вашими собственными потребностями, и я думаю, что, и очень надеюсь, что пройдет, ну, лет 10, не больше, прежде чем вы, как я, удовлетворите свои потребности и начнете задумываться о каких-то глобальных целях, о том, чтобы сделать этот мир лучше. Ну, по крайней мере, будете мечтать о том, чтобы в мире не было войны, болезней и так далее. Может быть, это будет вас воодушевлять и мыслить более масштабно на своем текущем локальном уровне. Далее. Мы только что поговорили о собственных желаниях, о мечтах. Далее давайте поговорим о ценностях. Ценности – это немножко другая плоскость. Что касается постановки целей и задач, важно говорить о трех категориях. Мечта, миссия и цель. И все это надо прекрасно себе представлять. Миссия. Тему миссии я уже частично затронул. Миссия – это как раз общественно полезная задача, которую вы или ваша компания решаете по жизни. Что касается моей личной миссии, то ее, наверное, можно сформулировать, как оказывать влияние на людей, чтобы они меньше вредили себе, были более рациональны, более благоразумны, стремились к развитию, были более здоровы и, в целом, суммируя это все, были более счастливы. И эту общественную миссию я, собственно, пытаюсь реализовывать при помощи вот этой программы «Антикризис» на моем YouTube-канале. И, соответственно, наверное, вы чувствуете это позитивное желание, позитивное мое стремление, и остаетесь постоянными зрителями этого YouTube-канала. Что касается миссии Smart Lab, то, наверное, она состоит в том, чтобы, ну, грубо говоря, она вытекает из слогана Smart Lab, который я придумал еще 10 лет назад, помогает людям делать деньги на бирже. То есть наша задача в рамках Smart Lab помогать делать людям деньги на бирже. Ну и, конечно же, ценности. Давайте поговорим теперь про ценности. Я не устаю повторять, что ценности, они являются неким базисом для дальнейшей постановки целей, долгосрочных целей. Ценности, они абсолютно логичны, и я думаю, что у всех здравомыслящих людей цели, ценности будут примерно общие. Ценности – это то, что, собственно, составляет основу ваших желаний. Начинается все, конечно же, со здоровья. Даже вот читал я Садахгуру, в принципе, там тоже понятно, что человек пишет, что без физической, без физического здоровья ты счастлив не будешь, потому что, когда вам больно, весь остальной мир перестает для вас существовать. Соответственно, первая совершенно логичная ценность – это здоровье. Я, извините, те, кто слушает меня постоянно, это я уже в сотый раз повторяю, и, к сожалению, я буду повторять дальше. Дальше, какие ценности? Безопасность, работа, семья, саморазвитие. Эти ценности можно перечислять дальше, я привожу лишь примеры. Но все начинается, в первую очередь, появляется здоровье. И, кстати, ценности определяют те книги, например, на которые я трачу время. То есть, часть книг я читаю по здоровью, потому что мне это безумно интересно, часть книг я читаю по работе, что-то минимальное по поводу семьи, и много по поводу саморазвития, развития своих профессиональных компетенций и так далее. Теперь давайте поговорим о целях. Как мы уже сказали, есть три категории. Это миссия, это мечта, это цель. Все из области целеполагания. Ценности – это некий фундамент, некий базис, который определяет наши мечты, наши цели и миссию, и, собственно, цели. Цели, будем говорить, есть долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Долгосрочные, ну, не будем слишком далеко забегать вперед, там, цели 10 лет, подумайте, вот, сколько вам сейчас лет, прибавьте цифру 10 и подумайте, что бы вы хотели иметь, быть, достигнуть через 10 лет. Что касается меня, то я бы, наверное, хотел большую часть этих 10 лет прожить в радости, не потерять сильно в физическом смысле, то есть, оставаться в такой же форме, примерно, плюс-минус в такой же форме, да, не испытывать никакой физической боли, соответственно, для этого придется работать, очевидно, в эти 10 лет. Я бы, конечно же, хотел иметь теплые семейные отношения, чтобы семья оставалась в сборе, чтобы с детьми были прекрасные отношения, прекрасное взаимопонимание, диалог и так далее. И я бы, конечно, исходя из критерия безопасности, хотел бы иметь достаточное сбережение, чтобы в случае чего иметь возможность автономно существовать и заниматься теми делами, которыми я считаю нужным заниматься. Я бы хотел быть здоровым и здоровее большинства своих сверстников. Мне сейчас 38, через 10 лет будет 48. 48 хотелось бы быть в отличной физической форме, здоровее большинства окружающих меня людей и что надо для этого делать. Для этого, кстати, запишу здесь тайм-код, я написал несколько основных пунктов. Напишите внизу в комментариях, согласны вы с этими пунктами или нет, или что бы вы добавили от себя к этим пунктам. Во-первых, не пить алкоголь и не курить. Ну, насчет алкоголя у всех по-разному. Я бы сказал, не пить алкоголь до такой степени, чтобы чувствовать себя пьяным. Понимаете, да? То есть, для меня это норма, ну, то есть, я могу выпить пару бокалов красного вина и я не буду пьяным. Или там, я не знаю, 50 грамм, условно, водки, и я не буду сильно пьяным. Я почувствую легкое пьянение, но я не буду пьяным. И я не почувствую никаких последствий ни в этот день, ни на следующий день. Не пить кофе, крепкий чай, сладкие напитки и вот такое. Не есть, что жареное, не есть слишком много мяса, не есть мясные полуфабрикаты. Делать регулярно зарядку, регулярно, по крайней мере, раз в год, проходить медицинское обследование, соблюдать режим сна. Ну и, конечно же, основная вещь, не испытывать стресса, не нервничать. То есть, пребывать в гармоничном, бодром состоянии духа. Вы знаете, анализируя свои желания, я понял, что у меня нет никаких особо материальных притязаний на 10 лет. То есть, я не хочу ездить на Мерседесе С-класса, я не хочу иметь какую-то яхту, я не хочу даже жить где-то в другом месте, отличном от того, где я сейчас живу. То есть, серьезно, у меня нет мечты уехать в США, у меня нет мечты уехать в Европу куда-то. У меня, скорее, есть мечта, чтобы в России было хорошо, чтобы в России было не хуже, чем сейчас, чтобы было стабильно, чтобы не было никаких потрясений и так далее. И этого мне будет достаточно. Поэтому, честно говоря, любых изменений, радикальных изменений, я немножко побаиваюсь и опасаюсь, потому что это может подорвать некое спокойствие и безопасность, те, которые, по крайней мере, я вижу вокруг сейчас. Далее. Поставив цель на 10 лет, можно, конечно, спуститься на чуть меньше интервал, там, лет 5, но я этого делать не буду. Давайте теперь подумаем на год вперед. Уже много лет подряд я ставлю себе цель медитировать, там, делать зарядку, обливаться холодной водой, но я ни хрена не могу начать это регулярно делать. Может быть, вы мне объясните, в чем причина, не знаю, но, наверное, это надо из разряда какой-то такой тяжелой обязанности превращать в какое-то реальное удовольствие, привычка, которая действительно вызывает удовольствие. Тогда это будет делать легко и приятно и зарядку, и медитацию, и обливание водой, потому что, на самом деле, все эти вещи достаточно приятные по своей сути, если делать их регулярно, в удовольствие, действительно, можно этим наслаждаться всем. И очевидно, что это все будет на 10-летнем интервале накапливаться и создавать положительный фон для вашего самочувствия и здоровья. Опять-таки, цель, не испытывать никакого стресса, жить большую часть дня в радости. И, вы знаете, раньше еще у меня была такая тема, я ставил себе какие-то количественные цели всегда. И я понял, вот, я там поставлю себе цель прочитать, допустим, 26 книг за год. и это все приводило к тому, что я начинал стремиться к этой цели, я начинал все свое свободное время заполнять чтением, чтобы там, ну, успевать там читать, допустим, одну книгу в неделю или одну книгу за две недели. И это приводило к некому фоновому психологическому давлению. То есть, это реально создает стресс, когда вы ставите себя в жесткие рамки какими-то количественными ограничениями, там, не успеть прочитать книгу за определенное время, вы начинаете париться, вы начинаете напрягаться, вы начинаете там, может быть, не досыпать. И это в целом, наверное, не имеет смысла. То есть, конечно, книги должны присутствовать, наверное, как основной заменитель всякого говна, типа ковыряния в гэджетах, просмотра сериалов, и так далее, каких-то бессмысленных занятий, которые не делают вас лучше. Но это тоже не должно идти из-под палки, не должно идти через какое-то серьезное давление. Проверяю звук, чтобы было нормально. Представляете, буду разговаривать с вами, вдруг окажется, что там тихо все было. А так красная пимпочка мигнула на микрофончике, и стало понятно, что звук на нормальном фоне. Ну и, конечно же, у меня много целей по смарт-лабу. Раскрывать карты я перед вами не буду, но будем продолжать делать смарт-лаб для инвесторов более удобным, более полезным, более юзабельным, скажем так, чтобы у людей не пропадало желание им пользоваться, чтобы пользоваться смарт-лабом было приятнее и полезнее. Ну, в общем, я вам рассказал про все этапы целеполагания, привел примеры из своей жизни, и действительно, я могу сказать, что на 2021 год не особо много я целей ставлю, потому что все, в принципе, неплохо, осталось позаботиться о здоровье, осталось позаботиться о безопасности, о поддержании того, что все, что есть в работоспособном состоянии. Наверное, пожалуй, хотелось бы больше внимания уделять семье, детям, ну, и иметь больше времени на чтение, на творчество, написать хотя бы одну книжку. Вы, кстати, помните, во время целеполагания год назад возобновилась программа антикризис, потому что мне на смарт-лабе написали, что напомнили, что эта программа кому-то нравилась, и вот уже целый год практически я выхожу для вас в эфир, то есть именно эта идея родилась во время целеполагания. Так, давайте теперь для кого-то любимая, для кого-то нелюбимая рубрика дневник 2004 года, сегодня будет совсем чуть-чуть, совсем мало. Значит, смотрите, читаю дневник и понимаю, что много пробелов. Вот, смотрите, июнь, 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 май, меньше рефлексии стало. Насколько я помню, в 2004 году у меня уже там появилась более-менее постоянная подружка, и появилась работа. Соответственно, стало меньше времени на рефлексию, на страдания и так далее. Я даже обратил внимание, что больше листиков заполнено именно рабочими записями, чем какой-то рефлексией и попытками занять себя чем-либо. Соответственно, меньше я стал внимания уделять учебе. И, вы знаете, тут есть все-таки 3 июля некоторые записи. Давайте я их озвучу. В чем победы? Победа над собой, способность следовать плану, безжалости к себе, режим, здоровье и так далее. Победа над людьми. Так, так, так. Господи, не с того конца начал. Плохо подготовился. Смотрите, 4 июля в воскресенье пишу, хорошее сегодня меня не радует, если завтра будет плохим. Ну, очевидно. Чувствую себя одиноким опять. Следующий пункт. Моя радость в том, чтобы делать радостными дорогих мне людей. То есть, это мысль опять-таки, перекликается с мыслью, которая в начале была. Даже странно, одиночество меня так грустит, и я все равно к нему стремлюсь. Что мне надо для того, чтобы быть счастливым? Мне нужны победы каждый день. В чем победы? Победы над собой, то есть, способность следовать своему плану, без жалости к себе, режим здоровья и так далее. Победы над людьми, споры, быть выше в любых ситуациях, быть впереди других. Ну, это все-таки, вы знаете, это какие-то гормоны юношеские, побеждать других людей. Хотя, впоследствии, это влилось в мою формулу счастья одним из компонентов, который является сравнение. То есть, человек сравнивает себя с другими людьми и хочет быть лучше у них. Богаче, там, я не знаю, состоятельнее, умнее, быстрее и так далее. Спортивные победы, третий пункт. И четвертый пункт, победы на бирже. Ну, и самая главная мысль, мудрейшая, да, которая пришла ко мне в 22 года. Кажется, мое счастье не во внешнем мире, оно заключено внутри меня и зависит только от меня. Аллилуйя. Если бы я тогда развил эту мысль и развил ее до такой степени, что смог бы стать счастливым здесь и сейчас, безусловно, наверное, я бы тогда и не сдвинулся с той точки, в которой находился в 2004 году. Сейчас бы, оставаясь в той самой точке, пребывал в блаженном созерцании внутреннего мира. Будем так выражаться. Как я и обещал, заметочка коротенькая, с 2003 года покончено. Господи, что здесь все время из дневника из этого высыпается? Ухоть какая-то. Так, ну что, ближе к теме инвестиций, но все еще про саморазвитие. Наткнулся на одну статейку, которую бы я вам хотел зачитать и опять-таки это из области приятных, полезных мыслей. Уоррен Баффетт выступил на онлайн-церемонии вручения дипломов университета Небраски-Линкольна, в котором он сам учился, и дал молодежи четыре совета с позиции своих прожитых лет. Первое. Найдите работу, от которой вы будете получать удовольствие. Не соглашайтесь на меньшее, работайте в компании или на людей, которыми вы восхищаетесь. Выберите ту работу, на которую, если бы вам не были нужны деньги, вы бы все равно выпрыгнули бы с постели утром. Мне посчастливилось иметь такую, и я могу вам сказать, это ни с чем не сравнится. Это становится уже не работой, а именно тем, чего вы с нетерпением ждете каждый день. Вы знаете, я имею счастье делать так, и, наверное, с точки зрения работодателя, если среди вас есть предприниматели, не лишним задуматься о том, как сделать условия труда для ваших сотрудников такими, чтобы они готовы были работать бесплатно. В удовольствие. Второй совет от Уоррена Баффета научитесь общаться, что очень важно, так как это развитие коммуникативных навыков, вы должны уметь хорошо писать, хорошо говорить, заполняйте голову. Сейчас у вас самое прекрасное время в вашей жизни, и это лучший период, чтобы каждый день узнавать новые вещи, которых раньше вы не знали. Учитесь, читая книги. Это еще первый совет, который я тоже говорил, что надо работать, в принципе, я всегда так говорил, что надо искать работу, которая вам нравится. И учитесь, читая книги, это тоже мысль, которая у нас с Уорром Баффетом вообще один в один сходится. Итак, нет ничего лучше чтения, если вы хотите иметь пытливый ум. Люди иногда спрашивают у меня, если бы вы могли пообедать только с одним человеком, живым или мертвым, кого бы вы выбрали? Но, читая книги, можно пообедать с Бенжаном и Франклином, и с любой другой великой личностью в мировой истории. Это время может продлиться сколько угодно, а вы получите удовольствие от множества идей, с которыми вы познакомились. Народ, я сто раз повторяю эту идею, не все догоняют. Когда я говорю, что я читаю книги, кто-то начинает говорить, а, да это все говнище, это все не усваивается, мозг уже старый стал у тебя, Мартыныч, и, значит, деградация нейронов больше уже в мозги не уместишь. Окей? А я говорю, да, чуваки, вы же общаетесь с автором книги напрямую, у вас диалог постоянный, то есть вы имеете возможность общаться с любыми великими личностями, и я уже не раз повторял, что общение с книгой зачастую гораздо интереснее, чем общение с теми живыми людьми, которые вас окружают, потому что я уверен, что вас не окружают такое количество пытливых умов, так сказать, ну, хотя бы тот же не буду говорить кто. а так взял с книжечки, книжечку, с полочки, да, и пообщался, как с другом, он тебе все рассказал, и, в принципе, живой уже не нужен. кстати, классная полиграфия на ощупь, знаете, вот это я купил в каком-то аэропорту, вот эти штуки, они прям как ваточка такая, и противно, и приятно одновременно, красота вообще, так, четвертый совет от Уоррена Баффета, не измеряйте успех деньгами или славой, а, съел мой тщеславный дружок, за свои 90 лет я знал много людей, которые стали очень богатыми, но их жизнь не увенчалась успехом, я знал людей, которые были очень известны своей деятельностью и не стали успешными, но я не знал никого, кто дожил бы до 70 лет, окруженный любовью близких, и не считал бы это успехом, ваши дети, ваши партнеры, ваши коллеги, если они будут любить вас, когда вам будет 65 или 70 лет, значит вы добились успеха, я видел много людей, у которых было много таланта, денег и славы, но если у них не было любви, их жизнь была бессмыслена, так, теперь переходим к рыночной теме, записал хронометражик, смотрите, у нас инвестиционных темочек будет всего две, давайте начнем с Максима Орловского, недавно Андрей Верников записал интервью с Максимом Орловским, Максим Орловский это мой кумир в области инвестиций, но правильно говорится в поговорке не создавая себе кумира, потому что я еще раз говорю, что думать надо всегда своей собственной головой, любые кумиры, любые гуру, все ошибаются, все, никто не погрешим, скажем так, и даже Максим Орловский бывает ошибается, но в целом человек занимается рынком профессионально, занимается рынком глубоко, и я всегда прислушиваюсь к тому, что он говорит, он называет это, то, что сейчас происходит на рынке, вот в глобальном смысле, да, там не коррекцию последних двух дней, а в глобальном смысле, ралли на костях, и говорит, что такого ралли на костях я еще в своей жизни не видел, рынок сейчас очень опасный, понятное дело, для инвеститоров, и если смотреть на портфель, то скорее его надо разгружать, а не загружать, технологический бум сейчас таков, что даже, ну, такого не было 20 лет, с 2000 года, и даже в 2000 году это не достигало таких размеров, пузырь не достигал таких размеров, Максим говорит о том, что Тесла сейчас пузырь, да, в начале года, когда они там еще в старых ценах акций стоили по 800 долларов, можно было как-то оправдать эту капитализацию, но если сейчас посмотреть, они уже в старых ценах стоят 3500 до сплита, это уже полный перебор, это уже точно пузырь. В целом, Максим Орловский повторяет мысль о том, что время нефти уходит, что технологии бегут вперед, что инвестировать в нефть бесперспективно, вы можете прикинуть самостоятельно долгосрочные перспективы вложений в Россию. Есть некоторые предпосылки для роста процентных ставок. В России это большой отток людей с банковских депозитов, ну и скачок инфляции, который мы имеем в последнее время. Хотя, как я уже говорил, после посещения Сибонс в декабре, и послушав аналитиков, я вижу, что аналитики оптимистичны, они думают, что этот скачок инфляционный носил сугубо временный характер. Видно, что Максим, судя по всему, купил акции Газпрома и говорит, что сейчас надо наслаждаться, то есть акции вошли в фазу финального роста, надо наслаждаться этим ростом, там, может быть, распродавать эти акции, что действительно это была одна из идей. И в целом, риски новой администрации Байдена существуют, риторика США такова, что Россия – это основное зло, поэтому нельзя исключать санкции. Ну, скажем так, кому-то покажется не особо информативным, но я то, что мне надо было, услышал. Да, Максим считает, что если там доллар окажется ниже 70, его обязательно надо продавать все облигации, покупать доллар, там 68 по 70, если дадут, то это будет суперточка для входа в доллар. На текущий момент Максим назвал относительно нейтральным уровень доллар-рубль где-то в районе 75 рублей за доллар. Теперь поговорим о стратегии аналитиков банка открытия. Ну, с ними я меньше согласен, чем с Максимом Орловским, но тем не менее. Я обещал ознакомить вас с различными инвестиционными стратегиями, вам понравилась эта идея, о чем я понял из ваших комментариев. Итак, в США стартовал новый экономический цикл, аналитики ждут продолжительного роста по глобальной экономике, говорят о том, что глобальная инфляция будет ускоряться, значит, облигации будут хуже, чем акции. Я, честно говоря, пока вообще никаких предпосылок для ускорения инфляции не вижу, кроме того, что, да, мы знаем, что центробанки печатают бесконечное количество денег, но до инфляции пока не доходило, и, ну, не знаю, в 2021-м, если скакнет инфляция, это будет жесткая проблема для всех, потому что инфляция и отрицательные реальные ставки, это будет жесткая ситуация. Но эта ситуация, по крайней мере, позволяет снизить тело долга в реальном выражении. Понимаете, о чем я, да? Когда в мире накоплен огромный долг, по-другому быть не может, да, то есть его как-то надо снижать. Аналитики, как я уже сказал, открытия ждут, что стартовал новый экономический цикл, и я с этим тоже не согласен. Почему? Потому что новый долгосрочный экономический цикл начнется после того, как тело долга будет уничтожено, после того, как оно снизится в результате дефолтов либо девальвации, либо какой-то реструктуризации. Сейчас тело долга находится на рекордном максимуме, и цикл начнет заканчиваться тогда, когда долг начнет снижаться. Пока же долг только создается, и мы имеем затянувшуюся позднюю стадию цикла, затянувшуюся совершенно по сугубо искусственным причинам, потому что центральные банки вливают, 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 ликвидность в эту систему, и это все эксперимент, который неизвестно еще чем закончится, потому что когда ставки пойдут наверх, не дай бог, а физические возможности для этого уже никакой не существует, мир просто рухнет под тяжестью долгового бремени. Ну, либо этот долг просто будет девальвированный при помощи инфляции. Окей, топ-идеи открытия на рынке акций. Русал ждут, что будет позитив от слабого рубля, и говорят, что недооценен по балансу за пакет Норникель. Это, кстати, та же самая идея, что и у аналитиков Атона. Еще одна общая идея с аналитиками Атона это акции Эталона, они называют его перспективным девелопером, и у аналитиков Атона потенциал был довольно серьезный, почти под 100%. Еще одна общая идея это Сбербанк, но аналитики открытия в частности выделяют префы Сбербанка, говорят, что будет рост дивидендов, высокие дивиденды и восстановление экономики, все это позитивно скажется на акциях банка. Дальше своеобразная идея, это Алроса, Петропавловск, они тоже здесь думают, что слабый рубль поможет, по Алросе ожидают восстановление рынка алмазов, по Петропавловску ожидают улучшения операционных показателей и возврат выплаты дивидендов. Честно говоря, Алрос и Петропавловск лично, на мой взгляд, самые опасные идеи, потому что Петропавловск вообще, в принципе, не очень внятная, скажем так, история, и никто не обещает, что там будет восстановление операционных показателей, я не вижу предпосылок для этого, и по Алросе никто не обещает, что рынок алмазов восстановится, то есть, ну, может он, конечно, и восстановится, но я не скажу, что Алрос там какая-то безумно дешевая история, в которой остался какой-то запас по прочности на текущих ценах. Газпром бенефициар восстановления цен на газ, РусАгро рост показателей рекордные цены на подсолнечник, в принципе, можно здесь согласиться, Газпром, ну, 50-50, я бы не сказал, что Газпром совсем плохая история, но она, скажем так, неоднозначная, то есть, там рисков достаточно. РусАгро, Юнипро, РосДивов в полтора раза после восстановления третьего блока Березовской ГРЭС. У меня, в принципе, Юнипро и РусАгро неплохие истории с точки зрения бизнеса, с точки зрения общего нахождения в портфеле, но это не супер доходные истории, то есть, они спокойные, они качественные, но супер потенциала там какого-то не видно, потому что я бы не сказал, что они там супер дешевые, больше похожи на такие облигации стабильные, но РусАгро, по крайней мере, удачно спозиционировано с учетом возможного роста цен на продовольствие, которые уже наши власть имущие начали ограничивать при помощи искусственных методов, искусственных каких-то законов и так далее. Вот история, которую я вообще не знаю, это Global Trans, но мой, как сказать, Montgomery Burns, так сказать, тайный миллиардер, который пишет комментарии здесь на Ютубе, говорит, что Global Trans очень классная история, что там акции будут по тысячу стоить, их надо брать. Ну, я знаю, человек тщательный, но сам не проверял, вот такое мнение есть. Я вот, кстати, никогда не буду покупать какую-то историю, если какой-то тщательный человек сказал, что в ней есть там потенциал 50% я ее сам должен проверить, сам должен провести анализ, потому что если что-то пойдет не так, ответственность нести вам, а не советчику, чьи советы вы подслушали. По облигациям, ну, назову некоторые облигации, которые там в районе 11% годовых дают, и которые аналитики считают интересными у открытия. Значит, это самолет 1R8, ETS 1R02, Maxima Telecom, Atomstar 01 и тому подобное. По зарубежным акциям максимальный потенциал видят в Intel 22%, парочка производителей фармацевтической продукции Merck 27% и Bayer 83% потенциал, Total французская нефтяная компания 46% и биржа чикагская потенциал 28%. Ну все, вроде прокомментировал, только дискламер забыл сказать, что я дилетант аналитики открытия профессионалы и Максим Орловский, конечно, профессионал, поэтому меня слушать не надо, я здесь просто так, как зеркало, отражающее настроение, царящее в социальных сетях и в российском информационном пространстве. Я зеркало, которое может взять и вас неожиданно обнять по причине того, что эфир подошел к концу. Не серчайте, до встречи в следующий понедельник. Надеюсь, эфир состоится. Все, удачи, до свидания, побежал к детям. Все, пока. пока. Субтитры